С Днем Независимости каждый из нас определяет наиболее важные события, особенные для себя, для своей жизни. Для меня, например, таким является День памяти жертв политических репрессий, утвержденный указом первого президента Казахстана. И этим было узаконено наше право открыто говорить о тысячах и тысячах тех, кто безвинно погиб мучительной смертью в сталинских лагерях, кто жестоко страдал от голодомора. Для меня этот день святой. Мое детство начиналось в деревне. И я помню, как мы, дети разных национальностей, беззаветно дружили. Чисто, искренне, светло. Среди нас были русские, казахи, немцы, украинцы, белорусы, кингуши. Но это не было преградой для нашей дружбы. И я неравнодушно отношусь к тому, что Ассаблея народа Казахстана, которая была создана в начале независимости, она в течение уже многих лет подтверждает свою необходимость. Один из самых знаковых людей Казахстана – Алжас Сулейменов, мой любимый поэт. И я всегда помню, что в числе первых указов Нурсултана Абишевича Назарбаева был указ, снимающий запрет на творчество Алжаса. Он ведь был в опале, к нему предъявлялись, вернее, от него требовали необоснованных покаяний, но справедливость все-таки восторжествовала. И с Днем Языков, который тоже пришел к нам с независимостью, у меня связано дорогое для меня стихотворение Алжаса, в котором он как бы от имени каждого из нас выразил любовь к своему родному языку, как к символу Родины. Вот эти строки. Язык отцов, язык тысячелетий, ты временем, как глина, обожжен. В тебе удар меча и после сплети мужская гордость и горячность жжен. В тебе гудят забытые наречия шумеров, гунов, хрип монгольских слов. Где ты рожден? В пожарах семеречья тебя по жилам к нам перенесло. И ты звучишь, переполняя тело ударом сердца, колоколом дум. И как меня судьбою не вертело, клянусь тобою, я к тебе приду. Наверное, мы должны быть благодарны тем, кто приближал и упрочивал независимость. В этот праздник я хочу пожелать землякам, всем казахстанцам самого главного – здоровья и мира. Будет мир, будет жизнь. С праздником!